Пес, здорово! Тебя не затопило? Не затопило тебя? Рыбам раздовали. Разлился Мичиган. Свои берега разлил. И снова всем привет на канале Олег Нестеров и Брест. Снова мы ведем свою передачу с этого замечательного озера Мичиган. И как вы обратили внимание, он уже выходит из своих берегов. Ну и вчера мы вернулись с поездки. Была долгая поездка. Минск, Жодино, Борисов. Приобрели кое-что. Сегодня мы хотели бы продемонстрировать несколько гаджетов. Не все, но некоторые. Взяли несколько интересных материалов, которые тоже в последующем мы вам покажем. Но это все будет позже. А с утра для заряда бодрого и хорошего настроения, как всегда, анекдот. Долго с женой искали причину поругаться. Не нашли. Пришлось драться молча. Такой анекдот. Ну а теперь тема дня. Заставка. Пошла. Вот Серега счищает тут пузырики. Такие есть пузырики. И машинка эта не очень удается. И мы сегодня будем работать новым гаджетом. Используется он как по металлу, так и по пластмассе. И мы снимем эти пузыры сейчас очень быстро. А гаджет вот такой. Вот такая штука. Называется это ролок. Тремовский. Выглядит как обычная пластмассовая какая-то фигня. Вот такие здесь волоски. Работает он желательно ему 11 тысяч оборотов. Ну там чуть меньше, но не меньше. И обратите внимание, как он раскрывается. Прикольная фигня, да? Теперь посмотрим, как же ей работать. Вот, как бы мы счистили эту всю фигню. Она грубоватая немножко, поэтому мы берем еще один гаджет. Берем фибру. Одевается сюда же. И чуть-чуть сгладим. Сейчас мы все это дело заспатываем. В принципе, это не единственный материал пластмассы, да, который она может чистить. Также с легкостью чистит и металл. И не только куржакчинку. Во-первых, он глубоко вычищает, даже лучше, чем коралл. Ну и обрабатывает не хуже коралла и быстрее. Смотрим. Как видно, очень быстро все почистили. После чего берем фибру и также с легкостью чистим. Если вам не нужны такие большие резки, берем скотч брать. Не смотрите, что круги такие маленькие. Хватает их надолго. Если большую резку надо убрать. Сглаживаем ее нежно скотч брать. Круги пилят как так, так и так. То есть можно где-то в швах почистить, подлезть в шов и вычистить. Так подлезть можно с торца. Очень удобная штука, если честно. Нам понравилось. Мы с Серегой сразу взяли. Ну и как все поняли, рубрика из истории малярного дела. А сегодня в рубрике мы снова поговорим, как мы работали раньше, как мы работаем сейчас. То есть хотелось бы поговорить про наждачные шкурки. Во-первых, часто поправляют в комментариях, говорят, наждачная шкурка. То есть шкурка на одном месте. Ну это говорят те, кто неграмотен вообще, кто не следит вообще за историей малярного дела. Да, чего-то научился, а самой истории не знает, как, чего раньше было. А шкуркой между делом называть стали давно. Такой абразивный материал. И пошло это далеко не из автомобильной части, а с краснодеревщиков. В стародавние времена краснодеревщики тоже пользовались абразивными материалами. А именно шкурками, абразивным материалом, который был нанесен на кожу животного. То есть бумаги тогда не было, бумага как бы снашивалась. А на коже животных как бы абразивный материал хорошо держался. И краснодеревщики пользовались такими материалами. Оттуда и название пошло шкурка. Чуть позже, вернее намного позже, это в 80-е годы, наждачную бумагу, а именно абразивный материал, стали делать на тряпичной основе. То есть и тоже ее можно было назвать шкуркой. Потому что она когда замусолится, она такая как кусок кожи была. Она не разваливалась, не рвалась, была мягкой, похожей на шкурку. И хотел поговорить про градацию. Наверное, многие из мастеров сейчас улыбнутся. Сейчас у нас есть P100, P80, P60, P120, P240. Различные материалы там до 3000. Раньше у нас было три позиции. Это крупная, средняя и мелкая. Мелкая делилась тоже на две позиции. Мелкая шкурка и нулевка. Нулевка это то есть совсем мелкий материал. И при выборе на рынке никто не смотрел номера, а трогался материал на ощупь. Никто тогда не смотрел за просадом. Если честно, я сам не могу вспомнить, были ли просады, не были ли просады. Никто на это не обращал внимания. Но есть одна такая тонкость, что тогда материалы хорошо перекрывали. То есть краска заливала большие риски, скорее всего. Тогда другие грунты были. Тогда другая шпатлевка была. Много полиэфирной смолы было в шпатлевке. И шпатлевку было очень тяжело тереть. Терли с водой. Но именно полиэфирные масла, они и способствовали шпатлевке отталкивать влагу. То есть не впитывать. Она была не гигроскопичная. Терлась свободно с водой. Сейчас уже современные шпатлевки. И да, в них больше наполнителя мелового. И меньше, конечно, в них полиэфирных масел. Шпатлевки, да, они, конечно, воздействуют. Вода на них воздействует. Но если правильно все делать, то все будет хорошо. Ну, в принципе-то, на сегодня, я думаю, мы закончим по истории. Если понравилась рубрика, ставьте лайки. Будем еще какие-то истории рассказывать. Мы поехали дальше. Ну, в принципе, вот такой гаджет небольшой. Мы хотели просто продемонстрировать, что такое есть. Для нас это новое. Для вас, может, это нет. Приобрели мы еще золотистый. Довольно-таки редкий в наших магазинах. Скучь брайт. Чуть нежнее серого. На переходиках хорошо тереть. Ну да ладно, дело не о том. А на сегодня мы, наверное, закончим. Следующее видео. Не заставить себя долго ждать. Что-нибудь будем делать, то снимем тогда. Сегодня просто такой темы особой нету. Отдыхаем. Ну, чтобы не скучали, решили вылочить. Хотелось бы пожелать здоровья крепкого, настроения бодрого. Ну и, конечно же, добра и бабла. Бабла. Правильно. Не забываем ставить лайк. Спасибо.